Яна, здравствуйте. Я знаю, вы в основном проживаете в Париже, но сейчас, последние годы, но сейчас вы оказались в Одессе, оказались не с пустыми руками, привезли нам свои работы, выставкам. Посвящена она природе, как можно убедиться по работам. Как так случилось, что вы заинтересовались этой темой? Она всегда меня интересовала с детства. Я рисовала акварелью, пейзажи, участвовала в художественных выставках, но это еще ребенком. Но природа всегда меня вдохновляла. Это мой идол, наверное, я не знаю. Это основное, что привлекает мое внимание. То есть вы можете часами проводить на природе? Да. И делать много фотографий? Ну так и есть, да. Расскажите, где были сделаны фотографии? Во многих точках мира. Тут представлены и Таиланд, и Италия, и Испания, и Франция. Я уже даже счет потеряла, потому что на протяжении 10 лет я снимала эти снимки. То есть здесь как бы большой цикл промежуток времени. Я уже даже не уточняла, где что. Мы не зря встали возле этой работы. Вы сказали, что она вам особенное отношение была к этой работе. Видим под названием «Нежность». Как она создавалась? Это я была в самолете и улетала с Ибицы. Вы были на Ибице? Да. Не Одесской, а Испанской? Да. Ноги вам завидуют? Да. И пролетая, я зафиксировала облака прямо с самолета, с иллюминатора. И так случилось, что там еще была и девушка в это время лежала? Нет, девушка лежала в такое время, в другом месте в моей студии в Париже. Это фотомонтаж, который с микширом, не знаю, фотография была первая сделана фоновая годы 3-4 назад, девушка полгода назад. Кто кого здесь ждет? Ожидание. Ну, ожидание, прежде всего, своих внутренних каких-то изменений. Это работа над собой, ожидание от себя чего-то, скорее всего. Я объясню, почему я задаю такие вопросы. На вашей работе, когда смотришь, видна мысль, видна рука автора. И не хочется идти дальше. То есть стоишь и задумываешься, потому что есть глубина везде. И поэтому мне... Смотрите, тут же природа, она сама дает нам вот это ощущение произнести это слово ожидание. Она нас вводит в этот диалог. А мы уже его произносим на наш манер, как мы умеем выражать свои мысли и чувства. И, по-моему, вот именно то название ожидания, ощущение, которое возникает, глядя на эту работу, вот у меня и у многих моих коллег, друзей. То есть мы пришли к такому выводу, что это оно. У меня есть посыл какой-то найти вот ответы на свои вопросы. И природа мне вот такими имиджами, да, такими вот фотографиями, образами отвечает. Есть ли здесь снимки, которые вот с первого раза, может быть, не получилось, и вы делали, делали, делали. И вот когда вот увидели там, может быть, десятый, пятнадцатый снимок, все, вот тогда вы были... Каждая серия, это, да, это серия между тридцатью и ста, ста пятидесятью снимками. Для того, чтобы в конце получалось... Да, я очень много снимаю, да. Это я очень долго... Вам повезло, что вы работаете не в эпоху пленочных фотоаппаратов. Да, да, очень повезло. Потому что вот получить эти две работы, это было, наверное, минут сорок, час работы. Я гуляла по лесу, очень большая съемка была. Ну, хорошо, что вы вернулись из леса, не все возвращаются. Да, и вернулась, да. Но дело в том, что, да, чтобы получить то, что мы хотим, это нужно действительно долго отснять. И потом проходит время еще, я не сразу прихожу, отбираю. Потом я должна отойти от этого, как от процесса, что я куда-то ехала. Это было путешествие, это было какое-то событие, какие-то диалоги, личные переживания. Когда это все отсеивается, через какие-то полгода, год я сажусь, и уже это все исчезает. И уже идет именно творческий процесс. Идет именно вот то, о чем я думаю, вот именно мое артистическое, я работаю. Это самое странное место, где вы снимали? Самая странная фотография из всех. Потому что есть еще по рамку другая, но вот это самое странное тем, что это лето. Ага, это лето. Это лето, это пшеница, которая уже созрела, это уже июнь или июнь, когда собирают хлеб, да, июнь. Ну, середина лета, и вдруг выпал град, очень крупный. Все стало холодным, зимным, и еще и туман. Ну, то есть для меня это был такой вообще взрыв. Где она была сделана, эта фотография? В Нормандии. В Нормандии. Я хотела привнести уже, ну так, чтобы утрировать немножко, да, привнести какой-то элемент вот этой странности, да, и я вставила такие вот. Ну, это как наша энергия. Энергия, которая летит, это как очень специфичное, как вот есть место силы, знаете, наши ресурсы, где открываются. Вот это место, где было какое-то такое очень специфическое вдохновение действовать дальше. Я связываю природу с каким-то там божеством, ну это грубо так говорить, это божественное что-то, что с нами разговаривает через символы, через знаки, через энергии. И места, места есть определенные, где мы можем получить эти ответы, эту силу, чтобы двигаться, развиваться, творить, создавать. Не могу вам не задать один вопрос, возможно, самый главный. Вы здесь будете не одна. Придут ваши друзья, коллеги, придут люди и будут смотреть на ваши фотографии, на ваши работы. С каким чувством вы бы хотели, чтобы они остались после посещения вашей выставки? Ну что, что они открыли что-то для себя новое, зарядились этим посланием, которое вложено. То, что я как бы преподношу это как диалог с природой, который нам помогает вдохновиться и действовать. Спасибо.